Следующий я секрет или совет подскажу по монтажу при ловле сама. Может быть этот монтаж пригодится и при ловле сазана. Я ловлю сама на квук и на донную снасть, когда ловлю сама со дна на спине. Первым делом нам нужен вот такой шнур. Как вы видите, этот шнур держит 90 килограмм. Такие бобины продаются разные. И американские, и японские, и китайские. Я в последнее время стал использовать именно Аква. Раньше использовал американский шнур. На самом деле смысл один. То есть ничем она не отличается. Также основная леска у меня идет, я уже как, наверное, года полтора, два года, может быть, использую. Тоже Аквовскую. Вот такая бобина. 53 килограмма, 135 метров. Для ловли на квук нам вполне этого достаточно. А этот шнур, я повторюсь, использую как поводковый материал. То есть, чтобы его перепилить саму, потребуется, скажем, не один час. Я раньше ловил на грузила, которые не скользящие. Они мне крутили и путали снасть. И я ушел, стал делать монтажи со скользящим грузилом. Единственное, мне пришлось покумекать маленько и подумать, как скользящее грузило, остановить так, чтобы оно не доходило до крючка. Кто-то делает, привязывает вертлюк. То есть, делает какой-то промежуточный такой монтаж, и по нему он бегает. Но это, получается, дополнительные соединения и дополнительные узлы. Чтобы от них уйти, я придумал вот такую вещь. Привязываем крючок. Узел я вам покажу чуть позже, когда буду привязывать вот этот вертлюк в конце. Покупаем в магазине вот такие бусинки. В магазине продаются где там рукоделие всякое. Размер этой бусинки должен быть такой, чтобы мы смогли пропустить два раза шнур. То есть, сейчас я вам покажу все это дело. Берем бусинку. Продеваем ее один раз. Теперь снизу выводим обратно. На этом, в принципе, можно было остановиться. Но бусинка тогда будет легко у нас сползать. Поэтому бусинка должна быть такого диаметра внутреннего, чтобы мы смогли еще раз протащить ее, протащить шнур внутри этой бусинки. Если у нас ворсицы, то надо и маленько обрезать. Вот. Теперь нам нужно опять сделать вот такой ход и снизу ее пропустить туда вверх. Поправляем там внутри, чтобы она наперехлест не была. И заводим ее опять сюда. Внутри я поправил, чтобы они лежали нитки к ниткам. Скажем так. Теперь у нас эта бусинка уже стопорится намного лучше. Мы ее можем также регулировать по нужному нам расстоянию от крючка, передвигая вверх, вниз. Теперь мы одеваем скользящее наше грузило. Когда покупаете скользящее грузило, смотрите, чтобы были вот здесь вот завальцованы хорошо вот эти сопла, скажем так. Чтобы они не резали. Все. Если вы боитесь, что у вас, допустим, ваше грузило бьет по нашим ниткам, ставьте еще один вот такой шарик дополнительный. Бусинку такую. Вот сюда. Вот такой монтаж. он безузловой в этом месте и никогда в этом месте у нас не порвется. Вертлюг я использую мощный, чтобы сом его не вырвал. Очень мощный и руками его никак не согнуть. Лучше, опять же, вертлюг не использовать. Но я использую его в том случае, когда ловлю на квок из-за того, что у меня вот эта вся оснастка, она болтается там в воде и перекручивает леску. Вот чтобы этого не было, я ставлю вертлюг. Ну, вертлюг у меня очень мощный, выдерживает приличные нагрузки. Предварительно я его тестирую, просто дурой вообще, ну, привязываю, грубо говоря, к дереву и начинаю тащить. Ну, а теперь я вам покажу, как привязать узел. Продеваем вертлюжок, делаем подлиннее такой вот, значит, конечек, делаем петельку, прижимаем пальцами и основную вот эту леску и петельку. То есть, вот так ее держим. Теперь мы получаем вот такой свободный, значит, конечек, который мы должны будем обматывать. Этой рукой мы держим, вот этими пальчиками держим вертлюг. Теперь начинаем обматывать. обматываем раз пять-шесть. Такую плетенку можно там пять достаточно. Она толстая. Обмотали и продеваем в нашу теперь петельку этот конечек. Теперь берем за наш конечек и начинаем тянуть. Предварительно все это дело надо смочить или слюной или водой. Я, как правило, этот конечек беру в зубы пустой, а за этот тяну и получается тяну сразу за две одновременно. вот мы получаем вот такой узел. Коротко обрезать вот этот кончик не нужно. Мало ли немножко подтянется он, да и ни к чему, то есть он ни к чему ничему не мешает. И вот мы получаем вот такой монтаж. Вот как узел выглядит на крючке. вот такой монтаж мы получаем. Это скользящая грузила вот с такими бусинками. Если мы проденем один раз, то оно будет скользить очень легко. Сделав такую двойную петлю, первая петля и вторая петля. Теперь наша бусинка стопорится очень хорошо. И вторая бусинка она как бы немножко предохраняет от удара самого грузила. Все просто, элементарно. Можно все это дело сделать заранее или можно все это дело сделать на берегу. Многие спрашивают какой крючок я использую при ловле носома. Друзья мои, абсолютно разное. То есть, вот честно говорю, не привязываясь к номерам просто чисто визуально. И многое еще зависит от наживки. То есть, размер крючка, толщина его зависит от наживки. То есть, если мы ловим на саранчу, он должен быть максимально тонкий, но в то же время должен быть прочный. По самой нумерации крючка я никогда к номерам не привязываюсь. Беру абсолютно значит, на глаз. И, к сожалению, не помню я нумерации, не разбираюсь об этом. Не так часто я, скажем так, именно ловлю на эти такие большие крючки. Скажем, квочу я практически раз в год. Поэтому, запомнив мне нумерацию, но, если честно, не получается. Крючки беру на глаз. Один может быть чуть побольше, другой может быть чуть поменьше. Не принципиально. ловил и на тройники, ловил и на очень большие. На все ловится. На маленькие просто он легче заглатывает его. Ну, как маленькие, вот относительно маленькие, видите, относительно зажигалки. То есть, крючок относительно зажигалки, он кажется маленьким. И его, в принципе, сом наживку хорошо заглатывает и не колется и быстро не выплевывает. Это плюс. Такой крючок я, как правило, использую на саранчу или, допустим, если ловлю на червяка. Также можно его использовать и на рапана. На рапана я ставлю немножко побольше. Так как рапана надо несколько раз продеть, чтобы он не соскочил, и это как бы при маленьком крючке бывает не очень удобно. Так что, друзья мои, вот такой монтаж. Берите на вооружение и пользуйтесь. Это самый простой и банальный монтаж. Два всего узла. Многие делают в конце здесь петлю. Вертлюг не сажая, а делаем просто петлю из этого поводка. Делается петля. Многие используют монофильную леску, скажем там 0,8 миллиметровую. Можно использовать еще и потолще. Шнуры тоже ничего страшного. Если вы не хотите платить отдельно за такие шнуры, то шнур повторюсь на 90 килограмм. Использую вот такой. Он, кстати, относительно недорогой. Основная леска еще раз вот такая. Основной шнур. Я очень шнурами доволен. Они ничем не хуже, чем, скажем, тот же самый PowerPro. Храню я такие уже готовые поводочки вот в таких пакетиках. Из-под каких-то приманок можно использовать из-под кофе. Все, крючок не колется, никуда это ничего не теряется. Положил в сумку свою рыболовную и все это дело лежит отлично, ничего не путается. Ну а теперь, друзья мои, я покажу вам оснастку на жмых. Многие видели мой фильм Ловли Сазана на Ахтубе. Очень банально простая снасть и на самом деле очень эффективная. И многие меня попросили показать поподробнее, как это все делается, как это все дело вяжется. Сейчас я вам попробую показать. Буду показывать на толстой монофильной леске тоже скользящая грузила. Вот такие скользящие грузила уже можно использовать при донной ловле. Если то круговая грузила, та оливка упадет на дно, она будет кататься и это будет постоянно приносить дискомфорт при ловле. Ну и само я тоже думаю не понравится. Хотя может быть шевеление вот это то, что будет приманка по дну идти, может быть ему кстати даже будет интересно. Ну как правило все используют вот такие плоские грузила. 150, 142 грамм, 160 грамм. Все зависит от вашего спиннинга. Я использую где-то вот в районе 150 грамм. Что нам значит теперь для этого нужно? В фильме я показываю как я ловлю на закидушки на донке. То есть это вот такого плана инструмент. Как правило здесь у меня намотано порядка 30 метров. Больше не надо, вполне достаточно. Так как забросы практически идут 15-метровые. Остальные 10-15 метров лежат свободно вокруг старожка, чтобы Сазан смог немножко стравить и погулять. бывает на 15 метров, на 10 заброшу, бывает на 20. Все от береговой линии зависит. Так вот, теперь как это все дело делается? Сейчас я вам покажу самого нуля и попытаюсь закончить самим финишем. Единственное, не буду, конечно, привязывать крючки. Во-первых, у меня их под рукой сейчас нету. Во-вторых, не буду даже на это время тратить. Каждый привязывает каким-то своим узлом крючки. Там будет все понятно. Итак, поехали. Монтаж это жмыховница. Возможно, такую штуку можно использовать для каких-то других целей. Я использую этот монтаж при ловле на жмых. Сазана или карпа. Итак, друзья мои, вот уже готовая в принципе такая штучка. Это удавка. Как она действует? Я вам сейчас покажу, а потом покажу как ее вязать. Ну, представим, что вот это у нас будет жмыхом. То есть мы кладем сюда жмых и его затягиваем. Вот мы его затянули. Вот так он у нас будет держаться. Наш жмых. Небольшой секрет. Перед тем, как жмых бывает квадратный, прямоугольный, круглый. Круглый мы не используем, но если нет, тоже делаем пропилы и он будет держаться. Теперь рассказываю. В жмыхе нужно сделать пропилы. Чтобы он не соскользил, не свалился, нужно сделать небольшие такие пропилы. Там 3-4 пропила. И в эти пропилы, как здесь, допустим, в крышке, у нас значит наша удавка садится и никуда она не слазит. С этой стороны у нас будут болтаться поводки. Теперь я вам сейчас покажу, как это все дело происходит. Все это дело мы сейчас сотрезаем и будем вязать заново. Если вы вообще обратили внимание, есть такая вот на петле трубочка у меня была кембрик. Это для того, чтобы до конца не стянулась у нас наша петля, чтобы она не затянулась. Итак, берем монофильную леску. Как правило, я использую 0,8. привязываем так, как я в принципе вам уже и показывал. Крючки я вяжу и все одним практически узлом. То есть получили наверное на черном будет лучше видно. Получили вот такую петлю. Теперь сделаем загнем наш свободный кончик и сделаем петлю. То есть это у нас будет удавка, а здесь у нас будет узел. Теперь мы начинаем наш свободный кончик обматывать. Раз, пять, шесть, может быть четыре в принципе. Вот мы обмотали, теперь вставляем в нашу петлю. Вот мы получаем вот такой монтаж. теперь теперь все это дело должны затянуть. Опять же свободный кончик я держу зубами. Сюда мы должны что-то вставить типа зажигалки, чтобы не утянулось у нас. Здесь мы с этой стороны мы вот так поддерживаем пальцами, чтобы у нас удавка не затянулась тоже сюда. этот кончик в зубы, этот я держу рукой. И вот так затягиваем. Поправляем и тянем. получаем вот такую удавку, которая у нас затягивается, а наш кембрик не дает до конца затянуться. вот наша удавка. Теперь обрезаем. Итак, друзья мои, если мы ловим на вот такую снасть, то мы прям привязываем все это дело, как я вам показал, именно к основной леске. Вот она получается у нас. Все. Осталось только привязать вот сюда поводки. Но если мы ловим не на такую закидушку, а на спиннинг, а на спиннинге у нас намотана 0,4 потоньше леска или вообще плетенка, то мы тогда отрезаем и делаем, значит, привязываем вертлюг толстый, килограмм на 30, как предыдущем сейчас я совете показывал. И делаем где-то вот такого расстояния, скажем, сантиметров 30-40, вот такой поводок со скользящим грузилом. На основной леске у нас пристегнута застежка, тоже, чтобы выдерживала килограмм 30-40, лучше 50-50, застежка, потому что это тоже слабое звено, как и вертлюг, они должны быть помощнее. А здесь у нас привязан вертлюг, и мы к этому вертлюгу цепляем застежку и ловим. Кто не хочет использовать вертлюг, на 0,8 можно сделать просто вот такую петлю. Делаем вот такую петлю и два раза продеваем ее вокруг. То есть два раза продеваем ее. Получаем вот такую восьмерку или удавку, как она называется. И делаем вот такую петлю. здесь мы теперь отрезаем лишнее и получаем друзья мои вот такую оснастку. Она у нас получается съемная и уже без всяких вертлюгов, как вы видите. Здесь мы укорачиваем все это дело, делаем покрасивее и все. Вот сюда мы цепляем застежку, а это у нас сниз. И все это дело забрасываем. Это если мы используем такую оснастку при ловле на спиннинг. Теперь я вам покажу как привязать именно сами сюда палатки и сколько их сюда привязать. Итак, получив вот такую оснастку, ее надо довести до конца. Не забываем сюда в эту петлю удавку, которая скользит, затягивает жмых, вставить вот такой кембрик. И чем он будет жестче, тем это будет лучше. Потому что удавка порой затягивает это дело так, что потом разжать эту петлю очень тяжело. Я вожу с собой вот такой инструмент. им поддеваю. Это для чистки оружия. Ну, просто у меня он вот есть и я им пользуюсь. Я с лучом вставляю его и начинаю разжимать. Вот. Теперь, значит, берем можно поводковый материал. Я беру вот все с этой же бобины. то, что я сейчас перед этим показывал. Здесь 135 метров. Ловлю я сама наматываю и немножко я оставляю всегда для вот таких целей. То есть для поводка. Я делаю не из поводкового материала. Раньше покупал специальный поводковый материал. Думал, ё-мазай, там, что-то как-то. Нет. Вот такой поводок. Он мягкий получается. У Аквы вообще плетенка такая мягкая. И я привязываю вот сюда. Толщина этого шнура может быть разная. То есть тут все зависит насколько осторожно рыба ваша. И если вы ловите на течению, то я думаю там вообще без разницы особо. А если вы ловите в стоячей воде, то возможно толстый шнур она побоится. я в основном использую где-нибудь 0,28. Или вот такой толстый шнур, если допустим я знаю точно, что у меня мой сазан речной не боится этого. Ну и мне будет удобно показать на нем. А так вообще конечно самый оптимальный вариант это использовать 0,28 где-то плетенку. итак к этой петле мы должны привязать минимум два крючка лучше чтобы было три. Я раньше вязал и пять и шесть и четыре и что вы друзья мои думаете я получал путаницу постоянно эти крючки запутывались у меня и ни к чему хорошему это у меня не приводило я распутался я по полчаса минут по 15 и я пришел к такому выводу что на жмыховнице в принципе вполне достаточно двух тире трех крючков но из-за того что если свернуть пополам вот так у нас получается две нитки я стал вообще использовать два но на край я делаю так же и вторую и получаю четыре но если мы делаем четыре нитки то есть четыре у нас крючка будет привязана то будьте готовы что будет путаться лучше использовать два итак мои друзья мои многим вяжут отдельно привязывают сюда один поводок потом привязываю второй поводок этой петле я делаю вообще банально все просто я значит нитку складываю в два получаю вот такую петлю продеваю ее вынимаю вот эти хвостики одеваю все это дело вот на этот кембрик вот мы получили вот такую конструкцию теперь на конце вот этих шнурочков мы должны привязать крючки самое важное друзья мои это расстояние на каком мы привяжем вот эти наши крючки это расстояние должно получиться сантиметров 8-10 когда вы будете привязывать вот это все дело я сначала вам рекомендую привязать их здесь и вот теперь самое важное как нам это дело отмерить и чтобы они были на одинаковом расстоянии перед тем как зацепить нашу оснастку сюда и перед тем как вообще начинать привязывать крючки я беру значит вот такой кусочек и начинаю привязывать крючок привязал его здесь с этой стороны я скажем так петельку сделаю чтобы плетить утрирует привязал я его здесь теперь здесь мы все лишнее отрезали представим что здесь крючочек привязав один крючок я от самого крючка от самого крючка отмеряю 10 сантиметров отмерив 10 сантиметров я делаю загиб и здесь на расстоянии 10 сантиметров ну возможно можно взять 11 сантиметров скажем так чуть-чуть опустив привязываю второй так вот перевязав теперь два крючка то есть наши петельки это крючки мы получаем вот такую оснастку вот это у нас крючочек и это у нас крючочек на одинаковом расстоянии мы делаем вот так чтобы у нас все было одинаково и теперь друзья мои финишная прямая вот эту петельку мы сюда продеваем и наши крючочки продеваем в эту петельку и затягиваем сделав петлю мы фиксируем на простой узел это сделано для того что если сазам нас клюнет и потянет за одну сторону за одну петлю чтобы у нас он ее не вырвал все теперь оснастка у нас готова также рядом можно привязать еще один поводок такой же с двумя нитками но тогда будет путаться все друзья мои вуаля вот такая получается у нас оснастка то есть здесь соответственно должны быть крючки чтобы мне с ними не морочиться потом не отрезать никуда не убирать просто включаем воображение здесь у нас жмых в этой петельке и он у нас затягивается вот этой петлей вот так и вот друзья мои что мы получаем подходя сазан берет этот жмых пытается у нас его обсасывать и засасывает вот эти крючочки к себе в рот или выплевывая через пытаясь выплюнуть через жабры значит весь мусор они вылетают туда и цепляют его за жабры или после того как он взял и понял что там что-то не так пытается выплюнуть крючок острый и цепляется за губу или он засасаур когда разворачивается начинает отходить от этого места также крючок его цепляет на этот крючок не надо ни в коем случае вешать ни кукурузу ни какого-то мотыля объясню почему если вы на эти крючочки повесите какую-то наживку у вас будет ловиться очень много всякого подлещика то есть жмых будет работать как кормушка а они будут на кукурузу или на что там вы насадите будет попадаться сюда значит подлещик и всякая всякая шлубудень густера всякая поэтому крючки должны быть пустые а жмых должен лежать рядом то есть если даже у нас течение относит его то относит вместе с крючочками то есть